Иванова утопает в информационном мусоре. Каждая новая вертикальная поверхность спустя уже пару дней покрывается не одним слоем надписей и объявлений. Остановочные павильоны на улице Богдана Хмельницкого установили на минувшие недели. Чистыми и прозрачными они были недолго. Один уже стал жертвой вандала, вооруженного фломастером. На остальные неоднократно покушались расклейщики рекламных объявлений. Сложившаяся ситуация многих ивановцев не устраивает. Народ у нас несознательный. Я уже повторяюсь еще, что для себя, только для себя делают хорошо. Развешивают на всех столбах, на всех остановках, развешивают свои объявления. На первый раз штраф, на второй раз штраф, а потом можно другие меры принять. А штрафовать за порчу городского имущества рекламных хулиганов непросто. Для этого их буквально нужно поймать за руку. Есть остановки, над которыми, образно выражаясь, взяли шефство организации. У кинотеатра «Современник» объявления удаляют регулярно. А вот за внешним видом остановки, очевидно, не следят. Есть также подрядная организация, которая ежедневно удаляет листовки. Вот только свежий рекламный мусор появляется каждый день. Успеть за каждым расклещикам физически невозможно. Не так давно инициативу буквально взяла в свои руки ивановская молодежь. На просторах интернета набирает популярность новый челлендж «Город без рекламы». Новый челлендж «Город без рекламы». Присоединяйтесь все к нему, принимайте активную участие, репостите, приглашайте друзей. Сделаем город чистым. Я за «Чистый город» передаю эстафету всем ивановцам. Давайте сделаем областной центр чище. Оказывается, неудобно это одной рукой-то делать. А этот челлендж передаю общественный транспорт 37. Вот, пошла хорошая. Оп, и столбик чистый. В городской администрации акцию поддержали. Специалисты уверены, такая мера может оказаться гораздо действеннее любых штрафов. Если каждый сорвет хотя бы по несколько листовок в своем районе, засорять город рекламными объявлениями, инициаторам этого будет просто невыгодно. Если расклещик прошел, развесил свои объявления, свои афиши, свои листовки, и через две секунды этой листовки нет, потому что за ним идет инициативный гражданин на работу, по пути в магазин. Он просто видит ее, срывает, и все. И какой смысл тогда в этой рекламе? Она уйдет. Выкладывать в сеть фото и видео своей борьбы с рекламой вовсе не обязательно, но желательно. Это возможность мотивировать других на борьбу с рекламной оккупацией. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иванова.